Во Дворце культуры состоялся показ военно-патриотического фильма «Часы для веры» режиссёра Максима Горяйнова. Зрителями стали старшеклассники городских школ, студенты колледжей, педагоги, историки, краеведы и ветераны боевых действий. Сёма, ну как вера Бога может человеку помешать, а? Господь благость каждому человеку даёт, каждый день. И фрицам-то? Фрицам нет. Фрицы против Бога пошли. Они против нас пошли, а не против Бога. Ветеканцы верят, что он на их стороне. У них это даже вон на пряжке написано. С нами Бога. Всё, Мам. Они сами взяли меч и сами пошли на нас в войну. Война – это не богоугодное дело. Полнометражный фильм «Часы для веры» снят Омской студии из арт-медиа при поддержке общественной организации «Поисковое движение России». Желание рассказать историю, основанную на реальных событиях, появилось у режиссёра после знакомства с работой поисковиков. Идея возревала давно, но потом знакомство с поисковым движением, она немножко поменяла вектор направления самой истории этого фильма. И он стал уже не просто в Великой Отечественной войне, а он стал, наверное, всё-таки уже больше по поисковым движениям. Ну а когда мы стали плотно и тесно общаться с поисковиками, я для себя сделал вообще открытие удивительное, что за 35 лет существования поискового движения ни одного художественного фильма о этих людях снято не было. И для меня лично это какая-то несправедливость, что это люди с каким-то совершенно фантастическим, самоотверженным каким-то стержнем, которые занимаются теми вещами, которые, к сожалению, многим даже по улогу не приходят. Здесь в основе лежат три истории, и они вот таким вот киношным образом объединены в одну. Главные героини фильма – девушки по имени Вера, живущие в разное время, одна в 2022 году, а другая в 1941. Случайно найденные часы связали их судьбы и породили историю о переосмыслении жизненных ценностей и значений поисковой работы, о памяти поколений и любви к родине. А я сейчас в Праге должна быть. Я в институт там поступила. Но мой отец мне туда поступил. Хоть он и был против этого. А зачем тебе это? Ну, как? Прага, Европа. Все подругие друзья там. Сначала учатся, а потом остаются жить. А, извечная иллюзия о том, что там хорошо, где нас нет. Ты так говоришь, будто бы ты там был. Так а зачем мне там быть? Я родину люблю. Только вот кто-то любит родину молча созерцая, а кто-то делает ее лучше. Ну, или хотя бы пытается, как я. Фильм очень понравился. Серьезный фильм. Заставляет задуматься о ценностях в современном мире, о важности человеческой жизни, о том, почему необходимо помнить нашу историю, почему это важно именно сейчас. Мне кажется, фильм, но я даже не могу сказать, очень хороший сюжет, игра актеров, музыка. Мне понравилось все. Хочется отдельно сказать спасибо не только съемочной группе, но и организаторам сегодняшнего просмотра. Организаторы показа Ярославский поисковый отряд «Малая Родина» под руководством Елены Евграфовой и Угличское отделение общественной организации ветеранов «Рубеж» под руководством Евгения Натальина при поддержке угличских предпринимателей. По окончании фильма зрители задавали вопросы и делились впечатлениями. Огромное спасибо вам за то, что вы подняли эту тему. Она действительно нужна. Мой отец был на фронте, остался инвалидом. Я всю жизнь видела его пустой рукав его кителя. Осколки, которые коснулись его лица. Не дай вам Бог все это испытать самим. И я считаю, что таких фильмов нужно сделать как можно больше. И хочу, чтобы вот в эту работу поисковую включались как можно больше ребят. Хотелось бы задать вопрос. Сложно ли было передавать все эмоции, которые были показаны в фильме? Для меня, в принципе, опыт работы в кино был первый. И для меня было сложно очень долго пристроиться к камере. Чтобы найти нужную эмоцию, это в первую очередь нужно подкладывать что-то личное. Вспоминать какие-то истории своих прадедов. Вспоминать истории, которые рассказывали мне бабушка, мама рассказывали про них, про тех, кто воевал. Для меня очень сложно была психологически тоже эта тематика, когда я впервые сама увидела вот эти места, где проходили бои, где возле меня достают бойцов. И я только, наверное, поучаствовав в этой экспедиции, поняла, насколько это великий и насколько нужный труд. Мы хотели донести до молодежи тот смысл, что нужно ценить тех, кто есть с тобой рядом, кто с тобой близок. Что нужно любить место, в котором ты родился. Нужно менять место, где ты живешь, своими руками пытаться делать лучше. И мы вот это пытались вложить именно в историю веры. И я думаю, что молодежь, судя по отзывам на других показах, они действительно начинают об этом задумываться. И то есть ребятам хочется узнать больше кто-таки поисковики, им хочется узнать больше об истории, хочется узнать, что действительно находят бойцов и сейчас возвращают домой. Вопрос, собственно, к поисковикам. Вот я по себе знаю, что очень сложно преодолеть в первый раз такую вещь, когда ты прикасаешься к останкам, к костям. Как вы в первый раз это преодолели? Когда я увидел, что я наткнулся, то есть копанул и боец, вот поверьте, я заплакал. Я так же плакал, как сейчас смотрел этот фильм, потому что это близко. И когда ты находишь того бойца, который был 82 года назад, такой же молодой, тяжело, вот честно скажу, тяжело. От имени поискового движения России в Омской области благодарю всех, кто сегодня здесь. Отсюда уходил солдат в свои 18 лет на войну. Сюда и вернулся. Вернулся через 80 лет. Я при просмотре фильма прочувствовала параллели между нашим временем и временем, когда была война. На самом деле, очень чувствительный фильм, даже моментами очень хотелось плакать. В общем, фильм очень понравился. Огромное спасибо тем, кто его снял, потому что фильм просто замечательный. Я поняла, насколько важно помнить подвиги наших предков. Фильм очень понравился, даже растрогал. Спасибо большое, что вы такие фильмы показываете. Надеюсь, молодежи понравится и дальше смотреть. И я думаю, вы дальше будете продолжать это. У вас тоже есть поисковое движение, есть поисковый отряд. У вас есть молодые, талантливые люди. И вот лично от меня, прошедший этот опыт, я хочу сказать, не бойтесь, действуйте. Даже те истории, которые поднимают ребята из регионального отделения поискового, их нужно задокументировать. Пусть это будет не художественный, пусть это будет документальный фильм. Не бойтесь, берите, действуйте и творите. Продолжение следует...